Уважаемый Вячеслав Вячеславович, я пользуюсь вашим высокоинтеллектуальным стилем разговора для того, чтобы кадрить девушка работает на все 100%. Это даже не сомневайтесь. Женщины любят ушами, поэтому если вы будете разговаривать таким образом, то ни одна не выскочит. Ну, почти ни одна иногда. Ну, знаете, я вам еще скажу, если кто-то выскакивает, то это не акцентируйте. Бог, может быть, вас бережет, потому что может оказаться, что и не надо вам этого. Бестактный болван. Это мне? Я такой есть. Бестактный болван. Если так. Знаете, я в жизни всегда делал все то, что нравится женщинам. Вы знаете, кто нравится женщинам больше всего? Бестактные болваны. Блин, обожают. Просто обожают. Так что вы на втором месте. На втором месте это те Казановы, которые умеют куртуазно так общаться с женщинами, да, которые умеют льстить, которые умеют говорить комплименты. Но они всегда будут на втором месте. На первом месте всегда бестактный болван. Ну, или, по крайней мере, те люди, которые хотят ими казаться. Потому что лучше всего быть два в одном. Быть и Казановой, да, таким, который умеет куртуазно ухаживать, да, и быть бестактным болваном, чтобы не тратить время, как в том анекдоте. Помните, когда у поручика Ржевского, Корнето, Валенский спрашивает в гусарне. Ну, тот с будуна такой лежит, весь облёбан. Говорит, поручик, как же так получается, что вы на балу с самой красивой женщиной танцуете? И говорят, у вас с ними бывают интрижки. Он говорит, ну, я, говорит, пока не успел ещё нажраться до поросячьего виска. Подхожу к самой красивой бабе и говорю, мандемуазель, говорю я ей, а разрешите я вам в пиндюрю? Тут, говорит, так можно поебальничку получить. Бывает поебальничку, но чаще в пиндюрю. Так что это вам, как бы, молодые люди, в качестве, так сказать, инструкции. Спасибо.